В ночь на 30 ноября 1912 года на улице Троицкой был убит крестьянин Ергин И ранен еще один крестьянин Иванов Через две недели нападавшие на Ергина и Иванова были разысканы Ими оказались Мещанин, Василий Пешков и трое крестьян Барсуков, Корнилов и Шутов А мы с вами возвращаемся на сто с лишним лет назад и говорим о Троицкой улице Бегут задумчивые люди Куда бегут, а зачем спешат У тех раскачиваются груди У этих бороды шуршат Итак, мы с вами на Троицкой улице На дворе у нас 1912 год и наборщик Ергин с своим товарищем Ивановым идут в 2 часа ночи на постоялый двор Но уйти далеко им было не суждено Потому что где-то вот здесь они были остановлены Мещанином Василием Пешковым с товарищей Пешков первым ударил Иванова по лицу А остальные взялись за Ергина и били их уже лежачих Не обращая внимания ни на крики, ни на мольбы о пощаде Разошлись не на шутку, так что избивали не на жизнь, а на смерть Допрошенный Пешков показал, что он бил Иванова и Ергина по злобе на них Так как за неделю до этого и сам был избит шайкой неизвестных ему людей Среди которых, как ему кажется, были Иванов с Ергиным Почему ему так кажется? А потому что у них давно был зуб на него Вот почему Был допрошен еще один из нападавших, Корнилов Который показал, что, встретив Ергина и Иванова, они хотели было пройти мимо Но тут кто-то из них двоих толкнул Пешкова плечом И тогда он и Пешков бросились на Ергина, а двое товарищи на Иванова Ергин по кличке Гадун отмахивался от них руками Тогда он, Корнилов, вытащил большой складной нож и ударил Ергина в грудь После этого Пешков шиб его ударом кулака с ног После этого оба подошли к Иванову Ударили ножом его в бок и разбежались Грабежи и кражи, ножи и отмычки Улица хоть и называлась Троицкой, но случалось на ней разное Ну вот, например, в ночь на 17 сентября 1913 года Неизвестными злоумышленниками была похищена лошадь, стоящая 105 рублей Увели ее со двора дома Морозова на углу Троицкой и Полевой улиц А принадлежала украденная лошадь квартиранту этого дома Самарскому мещанину Родионову Ну или вот, тремя месяцами ранее, в июне, БИК, проживающий на Троицкой улице В доме номер 79, заявил полиции, что в ночь на 10 июня Воры взломали замок у входной двери в слесарную мастерскую И похитили разных вещей на 10 рублей А эта история случилась на Троицкой улице осенью 1910 года Сын самарского купца Иванов, живущий на Троицкой, рано утром стоял у окна своей спальни И вдруг он увидел, как у дверей подвала, находящегося под магазином, стояли два прилично одетых молодых человека Это обстоятельство заинтересовало Иванова, который стал наблюдать за незнакомцами И увидел, как один из них открыл дверь подвала, впустил в него своего товарища Снова запер дверь и удалился Об этом Иванов сообщил Попову, а тот дал знать сыскное отделение Откуда были командированы два околодочных надзирателя, Киселев и Благодаров А вслед за этим на место происшествия прибыли несколько городовых, которые начали искать злоумышленника И прежде всего они нашли его пальто, которое убедило их, что вор где-то здесь Но, а чуть позже был найден и сам жулик, спрятавшийся между грудой ящиков в этом подвале Когда вор был извлечен из укрытия, Попов с удивлением узнал в нем своего бывшего приказчика Григория Сорокина А при Сорокине были найдены три пустых мешка, приготовленных им для складывания ценных товаров Вот только сложить в эти мешки он почти ничего не успел, так как околодочные и городовые явились слишком рано Арестованный Сорокин был выведен из подвала и тут же начал давать показания, ничего не утаивая и не отпираясь Он выдал всех своих сообщников, одним из которых оказался его нынешний сосед Осипов, а другим приказчик Попова Василий Петров Все они были арестованы и привлечены к ответственности Покинем пока магазин Попова и поговорим о том, что случилось на Троицком базаре 4 апреля 1913 года А случилась, между прочим, вещь чрезвычайная Две неизвестные женщины выставили на продажу по дешевой цене целых 4 курицы Одному из городовых второй части такая продажа показалась подозрительной И он задержал неизвестных и отправил их в участок При допросе женщины назвались Гужовой и Блохиной, которые сознались в том, что куры у них краденые Обе женщины были отправлены в сыскное отделение А куры, до выяснения, были оставлены в участке А мы с вами, меж тем, вернемся к магазину Попова Который едва не был обворован бывшим приказчиком Григорием Сорокиным Кража была хорошо обдумана Если бы не сосед Попова Иванов, живущий в доме напротив Попову могло бы прийтись не сладко Готовя кражу, воры рассчитывали на праздничный день Когда в магазине не торгуют Накануне, запирая замок, приказчик Попова похитил ключ и передал его Сорокину Он же забыл запереть и люк из подвала в магазин Хотя на вопрос хозяина уверенно ответил, что запер его Надо заметить, что в магазине находилось товар на несколько десятков тысяч И воры могли бы разорить его А владельца, получив у них все согласно задуманному плану Унести мешки, в которые Сорокин намеревался сложить ценные товары Они намеревались в этот же день Еда только стемнеет, но еще до того, как явится караулщик К слову сказать, незадолго до этого, тем же самым путем И при таких же обстоятельствах Были обворованы магазины Сурошникова и Решетникова Воры также проникли в них через незапертые люки в подвалах Магазин Попова мог бы стать очередной жертвой жуликов Если бы не случайность, которая спасла его от этого Случай помог, говорили некоторые А впрочем, можно ли считать случайностью бдительного соседа, который наблюдал за улицей из окон своей спальни? Нет, бдительный сосед это никакая не случайность, а роскошь и необходимость Во всяком случае, владелец магазина Попов понял, это хорошо И больше уже никогда не забывал 27 апреля 1913 года против дома номер 45 на Троицкой улице Уснул, будучи сильно пьяным, некто Лобанов К спящему подошел неизвестный, который похитил у него кошелек с 30 рублями И попытался скрыться, но был замечен прохожими и задержан В участке он назвался Репринцевым, а кошелек с деньгами был у него отобран А вот несколькими месяцами ранее, в январе, на проходившего по Троицкой улице Ягубина Напали пятеро неизвестных, которые отняли у него те же 30 рублей И бросились бежать в разные стороны Несмотря на принятые меры, задержать грабителей не удалось А вот еще одна Троицкая история произошла в ноябре 1913 года И, разбираясь в ее деталях, полицейскому надзирателю Долганову Пришлось поломать над ней голову В начале ноября торговец Строицкого базара Иосиф Грешпель Обратился в полицию с заявлением о том, что 4 числа, около 7 часов вечера На него было произведено нападение с целью грабежа Мол, находился он в это время в своей лавке Как вдруг в нее вбежал торговец Мордка Круг Который одной рукой схватил Грешпеля за горло и стал его душить А другой начал отыскивать у него карман Но увидев, что в лавке в это время находился крестьянин Мурзин Он отпустил Грешпеля и стал угрожать ему словами В это же время в лавку обошла и мать Круга, которая подбадривала своего сына Допрошенный крестьянин Мурзин подтвердил все обстоятельства схватки двух торговцев Рассказав при этом, что так спугался, что выронил из рук стакан с чаем и хотел убежать Но в это время мать Круга оттащила своего сына от Грешпеля Сам же Круг пояснил следователям, что этот самый Грешпель позволил себе оскорбить его мать Эстер Круг Ну и я натурально не стерпел Пошел к нему в лавку, взял его за грудь и предупредил, что буду бить его И если бы моя мать меня от него не оттащила, то я натурально его поколотил бы Дремлет мостик над водой Дремлет кустик молодой Пятаков Борис Петрович Дремлет кверху бородой А с вами был Михаил Перепелкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова